доброе утро дорогие друзья доброе утро всем шалом из иерусалима вообще уникальная конечно сейчас технология что можно совершенно спокойно вот так вот выходить с телефона и со всего мира все видят вроде дуры прямо из святого места прям мы приближаемся сейчас точно мы приближаемся к третьему храму вот прям реально за этой стеной скоро с неба спустится 3 храм и учитывая изменения в технологии которые мы видели своими глазами уже в нашем поколении то это совершенно не кажется чудом не совершенно не кажется каким-то необычным то есть я думаю что вот мы увидим своими глазами 3 храм с божьей помощью это будет очень интересно очень интересно и мы сейчас приближаемся сейчас мы начинаем на этой неделе предпоследнюю главу читать перед последнюю главу туры дальше нам останется только одна глава визот абраха и в конце праздника сухот называется последний день праздника солоко называется симхат-тра радость стороны мы прочитаем вот эту вот главу создано это благословение последняя глава втория и после этого мы начнем читать опять решет начнем читать решит у нас на следующий год очень хороший план план прям у нас отличный вы решит начнем и будем изучать хумаж по системе хитас хитас это хумаж таня ты или все яков шатадин шалом начинают новый год уже по-новому всем шалом и так говорит нам говорит на маша рабы ну в главе азину до этого он нам сказал предыдущей главе что он нам сказал предыдущий более такую вещь значит что вот будет песня и эта песня она будет всегда с вами вот мы видим да песня с нами правда петь мы ее сейчас не будем хотя тору в синагогах поют на определенную мелодию то есть когда читают тору в синагоге специально есть такой называется он баль коре тот кто читает и он ее читает специальные есть даже такие как нотные знаки которые которые нотные знаки которые не меняются которые имеют свои обозначения и значит вот так я чуть подальше сяду чтобы не сидеть на чтоб солнце в глаза не светило но я буду просто читать значит говорит нам маша рабы ну азина шамаем в адабера значит он говорит послушайте небеса и я буду говорить батишма арыц им рэйпи и услышит земля слова моего рта значит говорит нам раша раша нам говорит это великий комментатор который жил тысячи лет назад рамешло мэйцхати что мошера бейну это же перед смертью его последняя речь и он говорит придут следующие поколения скажут но это слышали наши отцы про отцы когда это было как это было да действительно в союз был до были клятвы но даже там не было если мы были там мы может быть и не приняли бы маша рабы но говорит и я призываю поэтому небеса в свидетели и призываю землю тоже в свидетели то есть все мироздание она делится на две составляющие есть составляющая земля и все что к ней относится то есть люди вот тело вот это оно из земли весь этот мир он из таблицы менделеева все мироздание вот если мы возьмем все что есть живое в мире материальное оно состоит из то что называется словом земля таблица менделеева значит и эта земля есть духовная до небеса и леса это то что то что относится к духовному миру и то что обожествляет материальное то есть материальное это следствие духовного сейчас ученые доказали что вся материя на самом деле она не материя а энергия то есть внутри всей материи находится энергия которая вот эти все атомы там электроны и так далее но почему они летают по определенным орбитам есть силы которые которые эту всю вот эту всю квантовую реальность да потому что в квантовом мире внутри материи действуют совершенно другие законы чем действует снаружи материи понятно да то есть физика которая описывает ньютоновская физика да есть квантовая вот эта физика которая говорит послушайте а внутри то там происходит совсем другое внутри этих всех атомов электронов и так далее так а что там их организовывает где вот эти вот законы которые там их организовывают вот это духовная реальность это духовная реальность которая называется второе одним словом небеса и машер обе но он говорит послушайте небеса я буду говорить и услышать земля слова моего рта он призвал их свидетели он говорит я ровка матар лекхи значит будет идти как как дождь с неба лекхи это как урок мой да лекахтов тора это как лекахтов будет идти слова мои с неба значит тизаль кэталь им рати и будет идти как как таль как роса будет идти то что я говорю кэсэйрим алэй дэшэ как тоже еще один вид дождя на траву и кэрививим алэй эсэм еще один вид вид дождя на другую траву да то есть я сейчас очень очень упрощаю потому что там есть очень много разных нюансов но смысл в чем смысл чем смысл в том что есть значит в этом мире все что все что в этом мире живет и питается оно идет это влияние идет с неба то есть идет с неба если бы не было дождя например да если бы не было воды которая идет с неба то живое оно не могло бы существовать если мы упростим схему как работает мир есть есть минералы есть неживая материя потом есть земля земля это как бы она состоит из но разные виды земли но она в общем то тоже неживая материя теперь в этой земле неживой материи есть семена которые пускают корни и с помощью воды и воздуха которые идут уже с неба до вода и воздух вот эти вот семена вытаскивают из этой неживой неживой материи из мира вот этого материального до из земли эти семена с помощью воды и воздуха и света солнечного до вытаскивают что-то и вот эти вот получается зеленая появляются зеленые растения растительность теперь приходят животные коровы и овцы разные да и они съедают эту зеленую растительность и потом приходит человек и съедает зеленую растительность и съедает этих животных но получается если бы не было воды с неба если бы не было воздуха если бы не было солнца если бы не было земли то зеленая растительность она не могла бы существовать получается что когда всему живому дает жизнь вот эта вода которая падает с неба перед но вода которая падает с неба она может идти в виде дождя видит сильного дождя который может смывать может приносить даже наводнения теперь бывает бывает что это вода она идет мягко идет роса такая такая роса. А бывает моросящий дождик, бывает там еще что-то. Сейчас люди, которые, человек же по образу Бога, человек, он создает искусственное орошение, и он начинает, есть даже у меня дома такая штука, чтобы поливать шланг, и там есть все эти режимы, есть, когда бьет струей вода, есть, когда она льется, как дождик, есть, когда эта вода, она распыляется, тогда мягко, как роса. То есть человек, он по образу Бога, значит, Всевышний создал большую систему, человек создает маленькую систему, маленькую систему в своем мире. Теперь, но что, что в этом смысл? Смысл всегда понимать, что есть единый хозяин всей системы, который создал все законы, и в принципе человек в этом мире, он воспринимает добро, то есть он получает постоянно добро от Всевышнего, и об этом надо помнить, и Всевышнего благодарить. Теперь, значит, это было начало. Дальше говорит второй отрывок, говорит наше Рабейну так. Когда имя Бога я произнесу, дайте величие Богу Всесильному нашему. Здесь еще надо понимать очень важную вещь, что когда мы изучаем Тору, когда мы изучаем Тору, мы хотим с помощью изучения Торы поднять свое сознание и присоединить его ко Всевышнему. То есть Тора, она тоже идет с неба. Тора – это как информация, как знание от Всевышнего, которое идет с неба, опускается, оно опускается с неба. И ты, когда пытаешься понять Всевышнего, ты своим интеллектом, своим вниманием, ты поднимаешься по вот этим информационным смыслом Торы для того, чтобы подняться на очень высокие-высокие вот эти вот уровни. Значит, получается, что Тора тоже идет с неба, а ты как человек, ты как человек, вот Дамир – партнер, и ты как человек, ты снизу создаешь предпосылки. То есть мы своими действиями, своими словами, своими мыслями, мы создаем предпосылки, на которые сверху идет божественное благословение. И человек может своими мыслями… У меня был недавно один разговор с одним человеком по бизнесу, да? И она мне рассказывала, вот она жила, работала, 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 и у нее рядом с ней была возможность заработать все эти годы в 10 раз больше, чем она зарабатывала. Потом она заболела, и когда она заболела, и она поняла, что она дальше не может так продолжать работать, потому что коронавирусом она заболела, все, она вдруг увидела ту возможность, которую ей принесла в 10 раз больше денег. Представляете? Эта возможность была все время рядом с ней. Это был один небольшой нюанс изменения в ее работе, который ей открыл совершенно новый способ зарабатывать. Получается, что от Бога всегда идет вот это вот благоденствие, от Бога всегда идет влияние. И теперь каждый человек своими действиями, он может или это влияние принимать, или его перекрывать. Теперь Мушер Абейну говорит нам, что, значит, Тора идет с неба, как дождь. И говорит, когда имя Бога произнесу, дайте величие всесильному нашему. Потому что, когда, например, вот есть люди, которые молятся, и у них получается. А есть люди, которые не молятся, и у них получается. А есть люди, которые молятся и работают, а у них не получается. Как это все, как это понятно? Значит, есть законы, которые происходят, законы вот этого вот уже механического мироздания, которое уже вот это механическое мироздание, оно не так, которое работает. Теперь есть духовный мир, который над этой механикой. Есть Всевышний, который над духовным миром. Теперь тот человек, который молится, он может своими молитвами дойти до какого-то места. Но опять же, молитва молитве рознь. Вот люди приходят специально к Котелю, к стене плача, потому что это место, которое вводит в определенное состояние. И когда ты находишься здесь, возле Котеля, в момент, когда ты находишься возле этого места, то тебя сильнее вставляет. Тебя сильнее вставляет, ты сильнее молишься. У тебя сила молитвы сильнее. То есть твоя внутренняя эмоциональная сила, энергетическая сила, она возрастает. И ты реально вкладываешься в эту молитву. Бывают моменты, когда человек ему плохо, и он в этот момент начинает молиться еще сильнее. И в Талмуде написано, что ворота слез открыты всегда. Но представляете, насколько человек, получается, ошибается, что он живет так, что он заходит в какую-то негативную ситуацию, чтобы только там начать молиться. Вместо того, чтобы молиться именно, не ждать пока будет неприятность, а именно молиться от всего сердца без неприятности. Значит, дальше говорит Мошарабейну следующая вещь в Азину. Значит, когда человеку кажется, что что-то происходит в этом мире неправильно, это кажется. Все в этом мире очень правильно, очень технологично, очень структурировано. Если человек не может, ему что-то не нравится, то что? То тогда это значит, что он не разбирается, как работает система. Он не понимает, что он своими действиями, своими неправильно. Вот у меня была недавно ситуация, я там зашел в одну очень для себя неудобную ситуацию. И потом, когда я в нее зашел, я понял, что я, оказывается, в этой сфере я вообще не понимаю. То есть оказалось, что мне нужно целое поменять представление о том, как работает эта сфера, чтобы больше никогда не попадать в неприятность. То есть есть два процесса. Есть надо понять, что Бог сотворил мир очень структурированным, очень системным. И нужно эту систему нижнюю изучать. Это открытая часть Торы. То есть открытая часть психология, математика, физика, химия, программирование и так далее – это открытая часть Торы. Законы коммуникации – это открытая. Теперь есть духовная часть, которая над этим, которая является причиной. Материальная часть – это следствие, причина – это духовная часть. Это Тора. Это Тора – это то, что Бог объяснил в духовных законах, как работает мир. Теперь есть тот Бог, который над всей системой. Это Бог, Творец, Создатель. И когда ты молишься, то ты можешь дойти до Него, до Создателя и попросить – сделай до меня чудо. Но тогда возникает вопрос – а есть ли у тебя депозит, есть ли у тебя заслуга для этого чуда? Почему, если ты действовал системно неправильно и получил следствие о своих действиях? Бог справедлив и все его пути правосудия. Почему, если ты зашел в тупик, ты просишь сейчас чудо, чтобы Бог сделал для тебя чудо, сделай для меня чудо, измени законы мироздания? Нет, изменись. Проще всего в этот момент остановиться и понять – изменись. Именно для этого сейчас есть 10 дней раскаяния. 10 дней раскаяния – это время, которое относится к шува. Шува – это возвращение к изначальным установкам. И помните, говорил Мадид из Межеречи, он говорил, что шув Адашем, по-моему, то есть вернись прямо к Богу, до Бога. То есть приди вот к этому Богу, который вот у тебя с Ним есть связь, Бог-Творец, Бог-Создатель, на уровне души у тебя есть связь. Приди туда, и это называется шува. Теперь и сказал его ученик Зусиме Аниполя, он сказал такую вещь, что есть 5 букв в слове шува, и, значит, каждая буква, она показывает нам некоторые аспекты раскаяния этого, возвращения. Не раскаяния, а возвращения. Первая Т – это тамин кейма шамалтека. Будь прост в своем служении, будь простым. Вторая буква – шин. Шевити ашемлина гди тамин. Представляй все время, что ты стоишь перед Богом. Если ты будешь в каждом своем поступке представлять, что ты стоишь перед Богом, тогда все твои действия будут другими, все будет у тебя другое. Третья – вафт. Вот сегодня как раз третья буква объясняется в хитосе. Третья буква – вафт – это вафт или раха камоха – возлюбить ближнего, как в себя. Значит, вот этот вот момент возлюбить ближнего, как в себя, в раскаянии, как это работает? Значит, в принципе, есть такое понятие, как любовь. Многие говорят сейчас, вот, Всевышний – это любовь. Да, можно так сказать. Всевышний – это любовь, потому что от Него идет только добро, от Него идет свет, от Него идет любовь. Он любит свои творения, Он любит мироздание, иначе бы Он этого не создал. То есть Всевышний, Он дает любовь всему мирозданию. Теперь есть заповедь. Мы говорим два раза в день в молитве «Шма Исраэль». Мы говорим, первое, что нужно сделать – «ваавка эташем элокеха» – «и возлюби Господа Бога твоего, бы коли вафка, всем твоим сердцем». То есть это заповедь, повелевающая заповедь – любить Бога. То есть ты должен, ты, когда ты любишь Бога, та мера, которую человек меряет, меряет ему. Тогда с неба ты открываешь вот эту вот… То есть ты, когда любишь Бога, ты открываешь вот этот вот на себя кран милосердия, любви, радости, который и так есть. Просто ты должен открыть, как есть горячая вода, есть холодная. Когда ты там ненавидишь, злисься, нападаешь, то ты открываешь кран очень холодный, ты получаешь то же самое в ответ. Когда ты любишь, ты поворачиваешь кран на любовь, и в этот момент на тебя идет любовь. Но отношения с Богом, то есть это то, что внутри у человека с Богом, они очень сильно проецируются на отношения с людьми. Поэтому есть заповедь «Ваавта Реха Камоха» – «Возлюби ближнего, как тебя, как себя». И когда ты любишь ближнего, то ты тогда можешь любить Бога. Но если ты не любишь ближнего, ты не можешь любить Бога. Еще отражено в Теркеау, в русной теории, это отражено следующим таким высказыванием, что «Кольше Руаха Бриот Ноах Эмена» – «Каждый, что люди его любят» – «Руах Амаком Ноах Эмена» – «Это значит, что Бог его любит». «Каждый, что люди его не любят», значит и Бог его не любит. А как сделать, чтобы люди тебя любили? Да очень просто. «Ваавта» – «Будь инициатором любви». «Возлюби ближнего, как себя». «Ты любишь ближнего, как себя». То есть себя надо возлюбить, некоторые люди себя не любят. Это тоже очень важная вещь – возлюбить себя, потом ты возлюбил ближнего, как себя, потом «Ваавта» – «Возлюби Бога», и тогда на тебя пошла любовь, то есть любовь на тебя пошла прямо потоком от ближних, от Бога, от мироздания, от всего. И ты наполненный любовью, лучше этого состояния нет. Ничего в этом мире не сравнится с ощущением, когда ты наполнен любовью, когда тебя любят люди, когда у тебя есть любовь в семье, когда у тебя есть любовь с детьми, когда у тебя есть любовь с родителями, когда у тебя есть любовь с Богом, то все. Это ты выиграл счастливый билет, ты уже в раю на земле. И вот к этому нужно вернуться. «Чува» говорит нам Альтера Ребе, что «Чува» вообще главное, вот главное в «Чуве» – это принять решение, то есть перейти на передний привод, принять решение, выполнять заповеди в следующем году. И не надо особо раскаиваться тогда. То есть ты тогда, если ты принял решение перейти на новый путь, то тогда это и есть настоящая «Чува». Поэтому сейчас у нас есть 10 дней «Чувы», возвращения, раскаяния к Богу. Потом будет Йом-Типур вот на этой неделе. И очень просто перейти на новый путь. Значит, что здесь есть? Первое. «Тамим ти емашем лакеха» – просто служить. Делай, делай, делай заповеди. Второе – это «Шувите ашем линагдитамид». Представлять все время, что ты перед Богом. И когда ты это представляешь, ты реально соединяешься с Богом. Третье. «Возлюби ближнего как себя». Потом будет «Боколь драхеха деу». Это мы завтра изучим. И следующее, последнее будет «От сна леха». То есть «Хади в скрытности с Богом». То есть не афишируй это, не будь таким, как сказать… Ну, в общем, мы выучим это. Это будет через два дня. С Божьей помощью, если успеем. Все. Удачи, успехов. Чтобы было браха вы от слаха. Чтобы вот сейчас как раз я замолкаю, можете помолиться. Потом обязательно на телеграм-канал «Воигра» подпишите, чтобы получать. У нас есть очень много уроков. Я вас очень прошу, поддерживайте других лекторов тоже. Ставьте им лайки. Давайте комментарии. То есть когда вы поддерживаете Тору, изучающих Тору, это самая мощная, крепкая связь с Богом. Поэтому можно делиться уроками и так далее. И свет Торы как роса, она всем помогает, также Тора помогает всем. Все. Удачи, успехов всем. И можете сейчас у Всевышнего как раз попросить все, что вам надо. Попросить у Всевышнего все, что вам надо. Как раз я думаю, что передается это тоже состояние. Хорошей недели. И во выходе мотова. Аминь. Чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и выполнил их для вашего блага. Чтобы все, что вы просите у Всевышнего, принесло вам пользу, добро. И чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Аминь. И чтобы молитвы всех добрых, хороших людей дошли до Всевышнего. И чтобы все люди, которые еще не добрые и хорошие, стали добрыми и хорошими. Все. Удачи, успехов. Все. Я выключаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok